Алло. Алло, Игорь, здравствуйте. 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 Вас полиция беспокоит, приполномочена Балашова Надежда Александровна. Угу. В связи с вами разговор записывается. Меня хорошо слышите? Ну так себе, конечно, на двоечку, наверное. Что-что? На двоечку слышу, как-то плоховато у вас там. Как лучше? Чуть-чуть получше. Хорошо. Объясняю проблему, по которой я с вами связалась. Нам сегодняшним днем поступило заявление Центрального банка. Факт на возбуждение уголовного дела по срате 159-й, мошенничество. Вы сейчас по этому делу проходите как вы знаете. Понимаете, о чем идет речь? Подождите, а вы следователь, что ли? Из какого вы хоть откуда, где вы находитесь-то? Управление экономической безопасности и противодействие коррупции. Как в полицию Балашова Надежда Александровна. А можете сказать, кто первый замминистра внутренних дел? Фамилию? Фамилию первого замминистра внутренних дел можете назвать? Не услышала. Фамилию кого назвать? Первого замминистра внутренних дел. Боже, вы так пропадаете, я вас очень плохо слышу. Вы тоже пропадаете. Первого замминистра кого сказать? Министра внутренних дел. Министра внутренних дел? Да, фамилию. А к чему этот вопрос? Мне просто кажется, следователь должен знать фамилию первого замминистра внутренних дел. То есть, не ошибаюсь, что колокольцев был? Колокольцев от же министра был. Я говорил первый... Нет, это слишком просто, министр. Вы скажите, первого замминистра. Я вот когда работал в МВД, я прекрасно знал фамилию первого зама. Так если бы вы хорошо слышали, что вы говорите? Вы, может, успеете даже в гугле набрать, что ли? Я прям даже не знаю. Так вы пропадаете. Я вас не слышу. Так вы тоже пропадаете. У вас телефон почините, вызовите связиста, чтобы он вам телефон починил. У вас там, у вас телефоны какие там? Дисковые что, или как? Дисковые, да. Ну вот нужно, слушайте, вызовите связиста, там нужно почистить контакты на дисковом номер набирателя. А может быть еще поменять микрофон? Там в трубке выкручивается нижняя часть, там достается микрофон и нужно его тоже почистить. А почему это? Да потому что плохо, плохо слышно. И вы меня... А, кстати, телефонный капсуль тоже, тоже нужно проверить. Бывает, что продавливается такая, ну, металлическая оболочка, он задевает за мембрану и вам плохо слышно меня. Поэтому я вам советовал бы вызвать связиста. У вас же МВД по-любому должны быть связисты. Хорошо. Хорошо, наверное, с вами связалась сейчас не по этому делаю, чтобы как мне почистить микрофон? Ну, я пропадаю, и вы пропадаете, и я пропадаю. У нас так разговор не склеится. Сейчас, печаталось, уже хорошо слышно. А фамилию первого заместителя министра внутренних дел назовете? Горовой, если не ошибаюсь. Вы уже набрали в гугле или как? В гугле. У вас там рядом есть... Ну, почему вы сразу меня звали? Я послушалась, потому что вы сказали министра. Я же его назвала, а кого он будет? Я же четко сказал первого заместителя министра внутренних дел. Ну, теперь вы четко сказали, я же вас сейчас сейчас хорошо слышу. Ага, теперь вы узнали, да, фамилию? Я узнала, я ее знала. А если я еще какого-нибудь заместителя министра спрошу фамилию? Давайте, спрашивайте. Хорошо слышно, да? Потому что-то об этом, да. Или у вас там гугл наладился, вы можете набрать? Причем здесь гугл сейчас, объясните мне. Вы же фамилию первого заместителя министра в гугле нашли? Чего вы такое взяли? Ну, долго вы что-то долго искали. Так потому что я вас не слышу. Какие вы меня изначально не слышали? А сейчас слышите? Сейчас я вас слышу. Может, связиста вызвали уже? Что? А? Связиста вызвали, что ли? Починил телефон? Я не вызвала. А вы вообще в Москве сидите или как? А где мне еще сидеть? Ну, потому что, может быть, в Саратове там, я не знаю, в Санкт-Петербурге. Нет, к чему этот диалог? Я с вами не по этому связалась, чтобы я сейчас здесь вижу и так далее. Слушайте, а ведь первый замминистра, как вы сказали, Боровой? Что? Как вы сказали фамилию? Да, Боровой. Ага. Боровой. Вы тоже находитесь на сайте МВД РФ? Что значит, тоже нахожусь на сайте МВД РФ? Ну, узнали, видимо, фамилию. Не, а по какому адресу вы находитесь? Хоть я знаю, где вы говорите. Вот я нахожусь, например, в Сургуте. А вы откуда звоните? Улица Павла Андреева, дом 28, корпус 1. В Сургуте тоже? Что? Тоже в Сургуте или как? Не в Сургуте, в городе Москва. А, вы в Москве находитесь, да? Понятненько. Ну, к чему этот был весь запрос? Ну, может быть, вы какой-то фейк, вы именно полицейский? Я думаю, что сейчас так проверю. Проверяйте. Ага. Не обязательно с вами на линии. А вы в каком звании? В каком звании? Ну, да. Капитан. А сколько звёздочек? У капитана сколько звёздочек? Четыре. Отлично. Четыре маленькие. Да, точно. Совпало. Ну чё, будет какой-то допрос? Не знаю, может я не придумаю. Так что у вас какое-то мошенничество было? У вас мошенничество происходит. У меня. Я кого-то смошенничал? Нет, смошенничество по отношению к вам. А я не почувствовал, как у меня все деньги целые. Ну, если они сейчас целые, то это очень хорошо. Угу. Ну. Ну. А откуда я знаю? Что, работник банка или что? Так я тоже не знаю. Какие-то центральные банки. У меня же нет карточки центрального банка. Так центральный банк не обслуживает индивидуально-федических лиц. Угу. Так а в чём-то... Чё за проблема-то? Ну, центральный банк является регулятором, а Мечерский банк. Угу. Ну и что, я теперь расплатиться-то нигде не могу, что ли, или как? А куда я могу знать? К чему этот вопрос вообще, Игорь? Так я не... Так я не хочу, пока я не хочу.